В эфир телеканала Стругут 24. Сегодня выходит документальный фильм «Антракт» в рамках проекта «Химия была, но мы расстались». После премьеры его можно увидеть на наших сайтах indefisnews.ru, o.media и на нашем канале в YouTube. Авторы собрали истории женщин, получивших вердикт врачей онкологии и сумевших справиться с заболеванием. Далеко не каждый раковый случай смертелен. Сегодня с этим диагнозом в России живут порядка полутора миллионов женщин. Чтобы победить недуг, нужны силы. Потребуется не только медицинская помощь, но и внимание близких. Главное не жалеть, поддержать. Проект дал его участницам возможность увидеть себя не больными и немощными, а просто новыми иными. Уже несколько лет автор идеи, фотохудожник Ольга Павлова доказывает, профессиональная фотосессия – мощный метод психологической помощи. В этом убедились четыре сургутянки, героини фильма. То, как их готовили профессиональный визажист, стилист, то, как проходила эта фотосъемка, ребята-операторы не дадут соврать, что девчонки просто оживали, говорили, что такого с ними еще никогда не было. И это то, что теперь они будут повторять постоянно. Проект, в котором невозможно создать что-то блестящее, что-то яркое, похожее на современные глянцевые издания, да и не надо. Потому что это то, что было на самом деле. Это жизнь, которую проживала каждый из наших участниц. Все те слезы, радость, личные их коллективные переживания. Ну, о каком глянце здесь может идти речь? Нет, это только жизнь. В рамках проекта «Химия была, но мы расстали» создали сайт мояфототерапия.рф. Там собраны истории женщин, победивших рак или проходящих лечения. В Сургуте по итогам работы увидела свет фостовыставка. О героине делились впечатлениями. Чувство радости, что благодаря этой фотосессии, может быть, мы кому-то поможем, чтобы люди обрели заново смысл жизни. И поверил в то, что жизнь продолжается, что рак – это не приговор. Что с этим диагнозом можно жить и в наше время можно бороться, очень даже плодотворно бороться с этим заболеванием и продолжать радоваться жизни, воспитывать детей, получать наслаждение, ездить в отпуск, работать, заниматься любимыми делами.